всем привет у нас сегодня необычная лекция я ее запишу только в виде скринкаста и в общем кроме скринкаста ничего не будет потому что я сейчас нахожусь в санкт-петербурге на джава конференции но времени у нас мало поэтому мы не можем пропустить наш вторник и вот эта лекция будет в виде скринкаста просто сегодня я должен рассказать про взаимодействие с базами данных особенно меня олег попросил потому что вам надо делать домашнее задание ну и тема в общем то такая небольшая узкая и я думаю что как раз ее в таком формате можно хорошо и освоить значит речь идет именно про взаимодействие с реляционными базами данных из джавы реляционные базы данных это самые наиболее распространенные наиболее известные хранилища данных они с 70-х годов с нами и в общем то наверное если посмотреть на то что встречается вообще в мире именно реляционные базы как класс систем хранения то наиболее распространенный способ хранения информации их сейчас довольно большое количество довольно зрелых очень богатых возможностями проектов объемы oracle и сикл сервер fastgres и так далее так далее и в общем какая из них лучше какая хуже даже трудно сказать все они каждая по-своему хороша и главным преимуществом может быть наверное да самым главным преимуществом является то что все они поддерживают язык SQL или SQL как некоторые англоязычные говорят которые хотя и отличаются в своих диалектов для каждой из этих баз но в целом основные принципы его везде одинаковые и поэтому если вы допустим умеете написать SQL запрос в fastgres а потом неожиданно перед вами оказывается база данных Oracle то вы точно так же при помощи того же самого SQL языка сможете извлечь оттуда данные модифицировать данные поменять структуру все что угодно в общем SQL это такой язык который в принципе почти везде одинаков но в каких-то деталях различается и знать его как язык очень полезно и нужно но в наши планы не входит рассказывать про этот язык я предполагаю там будут примеры на лекции немножко из SQL языка я не буду объяснять как это работает кто знает прекрасно кто не знает посмотрите в принципе в вашей IT карьере знание SQL от вас никуда не уйдет вам придется с этим работать ну конечно сейчас 2019 году революционные базы данных как класс хранилищ данных они уже далеко не единственные появилось большое количество всяких но у сиквел систем но но у сиквел системах там так что каждый из них все решает свою узкую задачу они все очень разные и допустим знание mongodb вам слабо поможет даже с каким-нибудь elasticsearch или там знание редиса вам никак не поможет значит с кассандрой пока что революционные базы данных лидируют по распространенности по своей важности и программы которые взаимодействуют именно с базами данных это наиболее такой распространенный класс программ для того чтобы работать с базами данных джаве есть такая штука называется jdbc условно расшифровывается как java database connectivity сделано оно очень давно в девяносто шестом году первая версия вышла этого стандарта он обновляется вот последние на сегодня 2017 году постепенно развивается но ему уже очень-очень много лет этому этому стандарту этому api и он очень успешен потому что до сих пор ну вообще-то написаны десятки лет программы с джи джи они понятно как с ними работать тут мало чего меняется с одной стороны это хорошо с другой стороны конечно плохо потому что уже современные требования джи 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 не отвечает поэтому не все эти альтернативные способы но тем не менее джи 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 все еще с нами и он с нами надолго назван он по аналогии с open database connectivity технологии microsoft которые были пионерами в таком унифицированным скажем так api взаимодействия с релизионными базами данных ну и в общем все хорошо получилось в крупную клетку даст с высоты птичьего полета приложение которое использует джи 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 она работает как-то так у вас есть вот код ваш которой хочет лезть базу данных какие данные извлекать что тебе данные туда писать с базой данных взаимодействует через джи 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 апи то есть через интерфейсы через программные интерфейсы которые предоставляют же джи 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 класса и является частью с частью Java, с частью JDK, поэтому вам не надо ставить никаких дополнительных библиотек, чтобы пользоваться классом JDBC. Но сами интерфейсы JDBC, они ничего не могут, ничего не знают про конкретные базы данных, они ничего не знают ни про SQL Server, ни про Oracle, ни про Postgres. Про это этим знанием обладают как бы драйверы. Драйверы это вот как раз библиотеки, которые вы можете как dependency затащить в ваш проект. И хорошо написанный драйвер, он сам себя регистрирует в JDBC системе, и вам достаточно только сказать JDBC, подсоедини меня к Oracle, JDBC находит драйвер, который должен лежать на ClassPass у вас, и уже через драйвер взаимодействует с базой данных. В общем, так и происходит. То есть, если у вас приложение должно работать с конкретной базой данных, типа баз данных, например, с Postgres, вы просто в качестве dependency затаскиваете себе драйвер, JDBC драйвер Postgres, и пользуетесь JDBC. Сами драйверы, они разрабатываются производителями базы данных или сообществами, и у всех известных баз данных имеются JDBC драйверы, они стабильные, они высокого качества, у них уже там много-много-много релизов произошло, и там баги правятся, улучшается их скорость работы. В общем, все хорошо. То есть, к хорошим базам данных вы всегда найдете хорошие JDBC драйверы, это уже устоявшиеся на рынке ситуации. Для того, чтобы к базе данных присоединиться из программы, нужна такая магическая строчка, которая называется Connection String, или Database URL, и формат этого Database URL, он с одной стороны стандартизован, с другой стороны он специфичен для каждого драйвера, для каждой базы данных. То есть, начинается это обычно с JDBC, дальше идет название, идентификатор драйвера вашего, и дальше идет нечто, что уже специфицирует сам драйвер. То есть, мы видим, что обычно указывается здесь следом хост, где база данных работает, порт, на котором база данных работает, и часто сама база данных, потому что на сервере базы данных, ну вот, например, если взять пример с Postgres, на сервере Postgres может работать много разных баз данных, но нам нужна одна вполне конкретная, мы ее указываем в этом connection-стринге. Ну и также какие-то дополнительные параметры здесь могут быть переданы, ну или вот SQL Server, тоже мы здесь не через слэш, а через точку запятой указываем им базу данных. Как сформировать connection-стринг? Ну, взять драйвер, которым вы пользуетесь, найти в интернете инструкцию к нему, и там будет написано, как connection-стринг формируется под ваши потребности. Под каждую базу это будет разное. Каким образом происходит все взаимодействие? Значит, на этой нехитрой sequence-диаграмме показан нехитрый флоу, скажем, вашей работы с объектами GDBC. Ну вот ваш клиентский код, значит, он обращается к драйвер-менеджеру, для того, чтобы получить connection, соединили в базе данных. Соединение – это объект, через который вы можете делать с базой данных все. У соединения вы запрашиваете statement, не знаю, как это перевести на русский, ну там, утверждение, statement, statement. Короче говоря, такой объект специальный, с помощью которого вы можете уже запрашивать какие-то данные с базы, например, сделать SQL-запрос и вернуть какие-то данные. Значит, вы получили этот statement, у statement вызываете метод executeQuery, передавая ему какое-то выражение на языке SQL в виде аргумента. Он вам возвращает result set. result set – это уже набор строчек, конкретно какие данные в базе лежали. И по этому result set вы можете выполнять операцию и получать данные. То же самое, но в виде кода. Выглядит, в целом выглядит так. То есть сначала мы получаем connection, вот таким вот образом. Здесь я просто прописал вызов метода getConnection, что там внутри, про это мы сейчас поговорим. Значит, из connection мы получаем statement. Из statement мы вызываем executeQuery, и вот здесь вот в кавычках уже идет выражение на языке SQL. Выбери колонку имя из таблицы Speaker. И мы получаем результат. То есть это будет некое табличное представление, где будут просто перечислены имена спикеров. И дальше мы вот таким вот образом по результату итерируемся. Это как бы паттерн специально под класс result set. У result, он похож на итератор, но он не работает так же, как итератор. Он вообще не реализует iterable. И в момент, когда executeQuery выполнился, result находится как бы на позиции перед первой строчкой. Это нужно для того, чтобы вот в таком вот цикле while, пока есть результат, вытаскивай там и печатай в консоль. Оно работает. Обратим внимание на то, что connection и statement у нас находятся в private resources блоке. И это не случайно, потому что и connection, и statement это тяжелые объекты, захватывающие ресурсы базы данных. То есть вы не можете создать больше какого-то количества connection, вы не можете создать в пределах одного connection больше, чем какое-то количество statement. Поэтому после использования их обязательно их надо закрывать. И как я рассказывал в лекции про exception handling, у нас есть private resources блок, который закрывает ресурс. В любом случае, даже если вот здесь выскочит какой-то exception, все равно этот ресурс будет закрыт. Мы еще про это будем говорить. Да, заметьте, что вот в этом примере result я не закрываю private ресурсы с блоком, хотя иногда это нужно делать. Почему? Результат это тоже ресурс, он тоже имплементирует auto-closable интерфейс. Но в данном случае, сразу после того, как мы прочитали результат, мы закрываем statement, который вызвал этот результат. И когда statement закрывается, все result set тоже закрываются автоматически. Если бы мы result set каким-то образом, вернее, statement каким-то образом переиспользовали бы, то result set нам бы следовало тоже закрывать. Значит, закрываем все объекты, которые мы получаем от GDC. Теперь про то, как connection к базе данных получать. Ну, во всех тьюториалах по GDC, во всех книжках, во всех учебниках вы прочтете вот такой вот пример. Получим connection string, допустим, и вызовем driver manager get connection connection string. И вот он ваш connection. Но суровая правда жизни заключается в том, что когда вы будете работать над реальными проектами, не над учебными какими-то, а над реальными промышленными, вы никогда не будете так делать. Потому что connection и так в реальной жизни не получают. Что же у нас не так с connection, что его нельзя просто так получить? Значит, ну это да, действительно корневой объект, входная точка, и все возможности взаимодействия с базой данных, они открываются через методы connection. Но это очень трудно создаваемый и дорогой объект. Во-первых, он медленно создается. То есть, вот вы здесь вызвали вот эту вот строчку connection driver manager get connection, и там в зависимости от вашей сети может так секундочка пройти, полторы секундочки вполне легко, прежде чем connection создастся. В зависимости от расторопности базы данных, от расторопности вашей сети и всего прочего. Во-вторых, он захватывает ресурсы базы данных. То есть, база данных следит за вашим connection, в базе данных выделяются ресурсы под ваш connection, и в базе данных, в общем-то, лимитировано количество connection, которые одновременно могут к ней присоединиться. Поэтому запрос, бесконечный, скажем, в цикле запрос connection, в конце концов закончится неудачей. Поэтому надо всегда следить за тем, чтобы он закрывался после использования. И он имеет тенденцию портиться. Если вы держите connection очень долго, у вас может произойти какой-нибудь там network timeout или network разрыв, и объект connection, который вы держите постоянно, на протяжении долгого времени, он у вас может просто отвалиться. С одной стороны. А с другой стороны, если вы реализуете сервис, ну, веб-сервис, чаще всего вы реализуете веб-сервис, которому много пользователей могут запрашивать какую-то информацию. Каждый запрос от пользователя, ну, таких распространенных сервисов типа Apache, там, он превращается в отдельный тред, в отдельный поток выполнения. Соответственно, если у нас там два пользователя одновременно что-то запрашивают, то ответ на их запросы, каждого запроса к пользователю, он готовится в отдельном потоке. И это все здорово, замечательно, но эти потоки, они не могут использовать один connection, несколько потоков, в обращаться к одному connection. JDBC connection это не потокобезопасный объект. Про то, что такое потокобезопасность, мы будем говорить на лекции про многопоточность. То есть, пока просто объясните, что есть в большинстве случаев по умолчанию объекты в Java созданные нельзя разделять между потоками. и поэтому нужен то, что называется по умному thread component, по простому каждому треду нужен свой connection. Теперь смотри пункт два, он медленно создается, то есть пользователь попросил нечто, зашел на сайт, там наш, кликнул на окей, ему надо вернуть какие-то данные, и мы, что будем секунду создавать только connection, чтобы данные ему вернуть. так это не работает, это будет работать слишком медленно, и в общем, с учетом того, что это не поток безопасный и медленно создающийся при этом объект, нужно использовать специальную хитрость, чтобы с этим жить, и эта хитрость заключается в connection пулинге, и собственно вся работа через GDC connection, она происходит через пул соединений. Как устроен пул connection пул соединений? На принцип работы его показан на этой секвенс диаграмме, значит, мы обращаемся, ну, что такое пул, понятно, это некий запас объектов, который просто стоит, значит, и ждет своего часа, то есть, клиент обращается за connection к пулу, пул смотрит, а есть ли у него в запасе connection, которые лежат, при этом сам connection пул, естественно, должен быть потокобезопасным, хорошо синхронизированным объектом, он смотрит, значит, есть ли у него connection в запасе, если они есть, и они хорошие, не протухшие, не отвалившиеся на этот момент, он отдает клиенту, если оказывается, что connection там нету, или все, которые есть, они уже плохие, тогда он идет в driver manager, driver manager возвращает ему connection, тут клиенту, конечно, придется подождать ту самую секунду, пока создается connection, но это исключительно скорее случае, чаще всего клиент возьмет connection из пула, и возвращает ему не тот connection, который отдал driver manager, а pulled connection, некоторую оберточку, прокси, над connection, чем этот pulled connection отличается от обычного connection, отличается он тем, что когда, что там переопределен метод close, когда клиент вызывает на нем метод close, на pulled connection вызывает метод close, если бы это был обычный не обернутый connection, тогда он бы просто закрылся, и в базе данных освободился бы ресурс, но pulled connection и метод close означают совершенно другую вещь, он возвращает pulled connection в себя, сам возвращает в pull, регистрирует себя в pull, то есть клиент говорит я закончил, мне больше connection этот не нужен, я вызываю close, а pulled connection говорит окей, я себя закрывать на базе данных не буду, я верну себя в pull, поэтому когда придет другой клиент или этот же самый клиент через несколько миллисекунд придет за connection, этот connection возьмется из pull. Значит, из того, что я сейчас рассказал, понятно, что грамотно реализовать самостоятельно connection pull это сложная задача, делать ее не нужно, умные люди уже много раз ее сделали, и чаще всего connection pull вам предоставляет ваш фреймворк, ваш контейнер, GDC драйвер в некоторых случаях, но так как connection pull не является частью GDC API, во всяком, в каждом конкретном случае вам придется по-разному придумывать откуда взять вам connection pull. какие методы есть у connection, это у нас прежде всего методы взаимодействия с транзакциями, значит, про то, что такое транзакции в реляционной базе данных я сейчас рассказывать не буду за неимением времени, но эти знания необходимо иметь, значит, транзакция может быть зафиксирована, транзакция может быть откатана, значит, и setAutoCommit это штука, которая устанавливает фиксацию транзакции после каждого успешно выполненного стейтмента. Ну и кроме того, из connection могут быть созданы стейтменты, это, собственно говоря, объекты для передачи эскори запроса. И я рассмотрю два основных варианта, на самом деле, конечно, API, JDBC API, он достаточно большой, мы всех, все методы и все объекты рассматривать не будем, но такие наиболее часто употребимы. Значит, во-первых, createStatement, он создает универсальный объект, куда можно передавать SQL-команды просто в виде текста, и prepareStatement, он создает подготовленный, параметризованный шаблоны SQL-команды, подготовленный в том смысле, что если база данных такую опцию поддерживает, а большинство из них поддерживает такую опцию, на стороне базы данных создается некий объект, некий ресурс, который уже предварительно распарсил вашего SQL-запрос и подготовил его, и вам остается только передать туда параметры и получить результаты, что сокращает вам время вызова, потому что оно не тратится каждый раз на интерпретацию SQL-запроса и на передачу вообще SQL-запроса в базу данных. Соответственно, еще раз, у state statement две разновидности, просто statement и prepared statement, и как мы видим, prepared statement это интерфейс, который наследуется от statement, то есть все методы statement, они в prepared statement также есть, все они наследуются от auto-closable, как я уже говорил, это означает, что их необходимо закрывать, держать в трайвед ресурсах в блоках. Методы следующие. Во-первых, мы можем просто выполнить некоторый SQL-запрос и при помощи метода execute посмотреть, выполнился или не выполнился через boolean, сделал он то, что мы хотели или нет. execute update, как правило, в онтовое поле возвращается количество строчек, которые задействованы. Например, если мы здесь выполняем SQL-запрос, который обновляет строчки в таблице или инсертит, допустим, строчки, вставляет строчки в таблицу, то здесь будет количество строчек, которые были затронуты работой данного запроса. Это важно узнать. Но наиболее общий вариант это когда мы получаем результат сет. то есть мы можем выполнить execute query, допустим, запросить какие-то данные с таблицы и на выходе будет объект типа result set, через который можно будет работать в данной методе таблицы. И метод getResultSet без какой-то query, он возвращает последний result set, связанный с выполнением предыдущего какого-то запроса. В препарированном запросе, подготовленном, вернее, запросе prepared statement у нас имеются еще методы типа setInt, setString, set и так далее и так далее, которые позволяют нам передать параметры в этот запрос, прежде чем вызвать execute или execute query или execute update, чтобы эти параметры установились в запросе, прежде чем мы выполним его цикл. если параметры в параметры в параметризованном запросе не задать мы пытаемся вызвать execute, то будет ошибка, естественно, потому что параметры какой-то не задают. Еще раз давайте посмотрим, как это выглядит в коде. Значит, предположим, мы хотим вытащить название докладов, которые относятся к какой-то конкретной конференции. Значит, мы берем такой вот SQL-запрос, выбери имя из таблицы докладов, где ID конференции такой-то. Готовим prepare statement, устанавливаем параметр конференции ID, значит, заметим, что нумерация, индексация параметров в prepare statement начинается с единицы, а не с нуля. важный момент, который необходимо помнить. После чего мы делаем execute query и получаем result set, и дальше мы обычным образом по result set можем итерироваться и выводить название доклада именно относящиеся к данной конференции. Здесь возникает вопрос, а почему же я не сделал здесь зачем такая сложность, разве я не мог бы написать просто значит равно и здесь conference ID через плюс и здесь вызвать просто execute query без установки параметра, потому что я же формирую запрос. Здесь есть два ответа. Первый ответ связан с экономией ресурсов. Как я уже говорил, prepared statement готовится один раз и переиспользуется много раз, но в данном конкретном примере мы как раз его используем один раз и закрываем и как будто бы преимущества по скорости особо не получаем по ресурсам. Это действительно так, но есть и другой ответ на этот вопрос. Значит и другой ответ очень важный. Я хочу чтобы вот вы сейчас обратили внимание на то, что я говорю, потому что мы в такое время живем, когда от безопасности компьютерных систем зависеть может вплоть до человеческой жизни. Поэтому то, что я сейчас говорю, это действительно очень-очень важно. Это речь связана с безопасностью. потому что использование вот такое вот как в левом столбике, когда мы берем какой-то input, который мы в общем-то не очень-то контролируем и явным образом вот через конкатенацию строк этот input вставляем в SQL-запрос, который потом отправляем на нашу базу данных, это жестко неправильный антипаттерн, то, что как делать ни в коем случае нельзя, потому что от этого происходят вещи, но не просто неприятные, а просто-таки даже страшные вещи могут происходить, если это база данных, если это приложение работает уже в продакшене. Это связано с техникой взлома систем, которая называется SQL-injection, потому что если мы сформировали наш SQL-запрос таким образом, где юзернейм просто явно подставляется в запрос, да, это лениво, ты не возишься с prepared statement, но ты получаешь возможность, что злоумышленник может вызвать, например, в качестве юзернейм подставить какое-то такое выражение и получить select вообще всех юзеров, ему выдастся результат со всеми записями, чего он не должен видеть, или он может ставить что-то такое, и вообще как бы разрушить нам базу данных, удалив таблицу, и много-много всякой другой гадости, умные люди, которые занимаются взломом систем, они умеют пользоваться SQL-injection, и выход тут от SQL-injection только один, никогда не передавать куски ввода от пользователя напрямую в базу данных, никогда и ни за что. Поэтому лучше занимайтесь, вернее, не лучше, всегда используйте prepared statement с параметрами, если вам надо подставить какие-то параметры, не используйте конкатенацию для формирования из-за запросов, как бы вам этого не хотелось, как бы вам не казалось, что это проще, и да что-то вот такого, ничего страшного. Потом мы узнаем, что из какого-то банка украли миллионы пользователей, потом мы узнаем, что личные данные какие-то были обнародованы, потом мы узнаем, что компании терпят колоссальные убытки из-за того, что хакеры взломали их систему. Это начинается просто с нарушения каких-то банальных правил гигиены. Поэтому давайте запомним про опасность из койл инжекшена, будем всегда держать ее в голове и помнить, что в джаве от из койл инжекшена простое средство, как мытье рук перед едой, это не использовать конкатенацию, использовать параметризованные запросы, потому что здесь в этом знаке вопроса там не просто подставляется кусок строки, здесь данные ожидаются, что они будут иметь вполне определенный тип, и если этот тип нарушен, там допустим здесь синтеджер или какую-то строку имеем ввиду, а там какой-то кусок SQL, он не будет поинтерпретирован как кусок SQL. Давайте перейдем к демо-примеру. Я сейчас нахожусь, как я вам уже говорил, на java-конференции, и поэтому все мысли у меня об этом, поэтому демо-пример будет тоже связан с этим. предположим, что мы хотим создать базу данных выступлений на java-конференции. И мы сейчас спроектируем основные сущности какие здесь конференции, докладчики и доклады. То есть на конференциях выступают докладчики с докладами, бывает так, что один доклад делает несколько докладчиков, это немножко усложняет ситуацию, ну и конечно докладчик один может выступить на разных конференциях. нарисуем модель ER-модель. Я не знаю, как бы сталкивались вы с таким, умеете ли вы рисовать это или не умеете, дайте мне фидбэк, если надо какой-то ликбез я проведу, но сейчас я исхожу из того, что вы либо это умеете, либо вам это сейчас тут же становится понятно, исходя из контекста, который я рассказывал. Значит, мы сделаем в базе данных четыре таблицы, значит, соответственно докладчик, таблицы очень простые, там всего по два поля в них, значит, каждое поле это название, например, докладчик, у него ID и имя, доклад, вот здесь я, к сожалению, забыл вставить еще поле с названием доклада, конечно, это важно, предполагаю, что название здесь есть, конференция, и стрелочка означает, что поле Conference ID, оно ссылается на существующую конференцию, то есть существующим ID, так называемые foreign key ограничения, ограничения внешнего ключа, это то, что база данных будет нам обеспечивать эту проверку, и стрелочка означает, как бы ссылку на то, что с доклада имеется ссылка на конференцию, открыв строчку с докладом, мы получаем ID конференции, а конференцию мы можем вытащить из базы данных по ее ID, ну и кроме того, здесь имеется такая, да, здесь обеспечивается связь один ко многим, то есть одной конференции соответствует много докладов, потому что доклад ссылается на конференцию, а соответственно мы можем взять конференцию, пофильтровать по Conference ID доклады и получить все доклады данной конференции, здесь связь один ко многим, а между спикер и том, связь получается многий ко многим, потому что несколько спикеров могут выступать на одном докладе, то есть доклад может быть совместным. И тогда для того, чтобы обеспечить связь многие ко многим, мы делаем вспомогательную табличку TalkSpeakers, в которой есть ID доклада, ID спикера, и, соответственно, связь идет между спикерами и докладами через вот эту табличку. Понятно, что мы теперь можем отвечать на любые запросы, и в том числе, ну, допустим, нам бы хотелось понять, какие докладчики выступали на данной конференции. Мы можем взять конференцию, взять все ее доклады, взять все вот эти вот записи TalkSpeakers, извлечь из них все ID-шники докладов, все ID-шники спикеров, простите, и потом по ID-шникам спикеров получить самих спикеров. Такого рода запросы к вере к базе данных, это то, что реляционные базы данных умеют делать превосходно при помощи языка SQL, это будет SQL-запрос с несколькими джойнами, и, в общем, это как раз ровно то, что базы данных умеют делать отлично. А наша задача превратить все это во взаимодействие с программой на языке Java, чем мы сейчас и займемся. Сейчас я буду показывать уже код. Так, где мой пример? Вот он. Так, но это не тот проект. Нет, это тот проект, все правильно. JDBC Example. Значит, проект JDBC Example, он находится в нашем гитхабе. Вот здесь вот, Иен Пономарев Java Mipt. Здесь имеется много модулей. Есть модуль JDBC Example. Вы можете себе склонировать на локально этот проект, заимпортировать его в идею или в другую вашу IDE, и повторить, и запустить все то, что я вам сейчас буду показывать и рассказывать. Значит, чего начнем? Давайте начнем с структуры базы данных. Вот мы создали вот эту вот картинку. Мы ее нарисовали. Давайте превратим ее в DDL-запрос, который базу данных формирует. Выглядит это следующим образом. Вот он на ресурсах. Вот, пожалуйста. Это так называемый DDL, то есть Data Definition Language, запрос, который формирует базу данных. Мы создаем таблицу Speaker, создаем здесь идентификатор и имя конференцию, доклад и таблицу, нашу вспомогательную, Talk Speakers. Здесь одно из двух. Либо вы знаете язык SQL, или там когда-то видели язык SQL, и для вас это не выглядит незнакомо, либо вы никогда его не видели, и сейчас для вас это дикость, потому что это совершенно новый язык программирования. Ну да, это новый язык программирования, специальный язык для взаимодействия, для управления редакционными базами данных. Надеюсь, что со временем он вам станет понятнее. Но сейчас пытаемся как бы понять все из контекста происходящего. Значит, ну, раз у нас имеются какие-то выражения на языке SQL, значит, у нас должен быть и сервер баз данных, куда мы эти выражения отправим, и который нам эти таблицы создаст. Соответственно, что мы возьмем в качестве сервера? Для учебных целей я предлагаю воспользоваться сервером, который называется H2. База данных H2. Почему он так хорош для наших учебных целей? Потому что это написанная на Java база данных, которая является имбеддом базой данных. Обычно, если вы хотите там, допустим, использовать PastGraySQL, вам необходимо пойти скачать дистрибутив PastGraySQL, установить этот PastGraySQL у себя на машине. Это целая система, довольно большой установщик, много ресурсов у вас займет, но испортит вам, замусорит вам ноутбук всякими вещами и много всяких программ поставит, которыми надо уметь пользоваться и настраивать эту базу данных. H2 в этом смысле имеет то простое преимущество, что он... Так, я правильно смотрю? Нет, я не тот смотрю. Мавин, вот этот вот. H2 имеет то простое преимущество, что она может работать просто как библиотека на джаве. Соответственно, мы ее просто затаскиваем как dependency в ваш джава-проект, и он автоматически... Весь сервер H2 будет скачен вам в ваш проект локально, нигде больше использоваться не будет. И тем не менее, это полноценная SQL-база, которая может работать в двух режимах. В режимах в персистентном режиме, когда данные сохраняются на диск и как бы хранятся, и после, например, при новом запуске или при новом обращении если там что-то получить, может работать в in-memory режиме, когда данные не будут храниться на диск, они будут храниться в оперативной памяти, соответственно, когда у вас приложение закрывается или закрывает вашу H2-базу, оно забывает все данные, которые там есть. Немножко смешной use case, но на самом деле он хорош для тестов. Если вы хотите писать автоматические тесты, как ваше приложение взаимодействует через SQL какой-то базой данных, то H2 отличный выбор, потому что SQL там достаточно стандартный, и если вы пишете запросы, допустим, которые одинаково выполняются на H2 и, допустим, на Postgres, то вам не нужен никакой Postgres, вы используете H2 как mock, ну, то есть эмулятор, что ли, Postgres. Это довольно распространенный способ использования H2, именно для эмулирования настоящих баз данных. Ну, а для того, чтобы выполнить учебную работу какую-то, понять, как работать с GDBC, H2 это, ну, прям то, что доктор прописал, потому что ничего вам ставить не надо, ни с чем возиться не надо, просто dependency забрали с этого H2 и используйте. Вот, что у нас тут еще? Lombok, у нас тут еще пятый GUnit, и давайте писать код. Давайте писать код. На самом деле, код написан, я его буду показывать, но начну с некоторого вступления. Вот у нас есть наш уже знакомый пример Hello World. Значит, давайте посмотрим, как бы мы писали код, если нам надо что-то делать с базой данных. Мы прочитали тьюториал, мы честно прочитали всю книжку. Значит, нам надо получить connection, да? Поэтому мы пишем try driver manager get connection. Тут какой-то URL, неважно сейчас какой, значит, соответственно, connection.com равняется вот это вот. Ну, дальше нам надо получить statement, поэтому мы пишем statement равняется connection, ну, просто, допустим, create statement. Дальше мы пишем statement, там, execute какой-то SQL. Вот. Замечательно. Пока что все идет хорошо. пока мы пишем такой Hello World пример, который весь целиком умещается в одну процедуру. Но в действительности это же не так. В действительности нам захочется какие-то штуки взять и извлечь, делать частью других процедур, да? Но мы можем сказать, давай сделаем extract метод. И, значит, допустим, как так. И тут мы оказываемся перед фактом, что в этот метод обязательно в параметры нам полезет там или connection, или statement. и это все уже перестает выглядеть так уж радужно и хорошо. Потому что, смотрите, во-первых, ну, statement-то мы ряд ли будем передавать, мы, скорее всего, будем передавать connection. То есть там нам надо будет создавать statement, закрывать его, потом откуда-то брать... Постоянно, вернее, будет непонятно, непонятно, что нам делать с этим ресурсом, который мы получили. Должны мы его закрыть, не должны мы его закрыть. И, в общем-то, все это довольно быстро будет превращаться в довольно неприятный такой макаронообразный код. И с вот этой неприятностью надо что-то делать, вернее, заранее надо понимать, что эта неприятность может произойти. И какие-то действия заранее по этому поводу предпринять. Да. Ну и кроме того, у нас, как я говорил изначально, connection вот таким-то образом в общем не получается, потому что connection это не thread-safe объект, его необходимо брать из пола, и класть в пол. Но, к счастью, в H2 драйвере есть уже connection tool, которым мы сейчас и воспользуемся. Значит, для этого мы возьмем, вот тут уже написано db, connection source. Что-то сюда пока не смотрите. Значит, так, как бы объяснить. Значит, это же готовый код просто у меня. Вот, да, это вот то самое место, которое получает у нас connection. И мы его получаем из пола, и мы сразу делаем try block. Если бы мы написали какую-то такую вещь здесь, ну давайте я напишу ее. допустим, public connection, getConnection, и здесь бы мы обратились к нашему pull getConnection, и вернули бы эту историю сюда. Что бы мы получили? Мы бы получили метод, которым мы, безусловно, могли бы воспользоваться в нашем main методе, допустим, таким образом, что, значит, new connection source, значит, он что просит? Он просит pull, но мы дадим ему null, потому что мы сейчас это все равно запускать не будем. Значит, getConnection, и здесь мы получили нашу переменную connection. но получив ее, мы обязаны не забыть на самом деле работать в try-блоке всегда. То есть, если мы не работаем в try-блоке, то наши коннекции, коннекшены будут утекать из базы данных, и, то есть, я бы мог вам сказать, ну, ребята, просто всегда работайте в try-блоке с коннекшеном. Но мы же все люди, мы все понимаем, что кто-то в этот момент лекцию не смотрит, проспал, а потом работает с кодом, получил коннекшен, прекрасно с ним работает, но забыл его положить в try-блоке. И происходит утечка. И мы, в общем-то, делая какой-то API, мы не можем гарантировать, что это API будет использовано таким образом. Поэтому мы используем мы используем паттерн. Паттерн это, паттерны это, как сказать, хорошие практики, которые можно переиспользовать. Паттерн, который называется execute around, в виде вот такого дела. Смотрите, у нас метод коннекшен на самом деле не возвращает коннекшен, он на самом деле просит какого-то консюмера себе. но на самом деле это консюмер, который берет в себя коннекшен. Почему это SQL консюмера, а просто консюмера не подошел? А потому, что просто консюмера метод accept он не может выбрасывать исключений. А так как мы часто работаем с базой данных и здесь может быть выброшено вполне конкретного типа исключения SQL exception, то мы просто объявляем свой собственный functional интерфейс под названием SQL consumer. Соответственно, как мы теперь с этим будем работать в нашем Hello World примере? Мы берем наш new connection source, ну каким-то образом его создадим. Каким образом это пока не важно. Давайте мы его в source для краткости объявили. И что мы теперь можем делать? Мы теперь пишем так source connection и смотрите мы хотели получить connection но этот метод нам возвращает не connection он возвращает void он наоборот нам говорит а что ты хочешь сделать с этим connection и мы говорим я бы хотел сделать statement из этого connection отлично что мы теперь имеем так как это выражение так что там у нас ну ладно не важно а да кредит statement он же общий значит тут надо локальные перемены значит так как теперь вот эта штука выполняется изнутри лямбды внутри лямбды в действительности происходит следующее connection берется из пула работает в трайвед ресурс из блоки выполняется лямбда когда лямбда заканчивается трайвед ресурс из блок заканчивается и он выполнен здесь в этом классе который вы написали один раз вам не нужно этот connection закрывать здесь и вообще беспокоиться о нем и вообще вы иначе этот connection не получите как в виде параметра лямбда вот это так называемый паттерн execute around который сейчас полезно использовать вообще в ситуации вместо того чтобы все время помнить о том что ага получил connection значит надо в трайвблок получил connection значит надо в трайвблок вместо этого мы написали API которая работает так ты получил connection прекрасно мы заботимся об этом connection из-за тебя иначе ты connection не получишь кроме как внутри трайвблока который уже выполняется вокруг твоей лямбды давайте смотреть дальше нам надо проинициализировать базу данных значит дальше у нас возникает вот такая история мы можем писать классы в котором connection source является методом финальным полем значит смотрите у нас здесь стоит аннотация allargs конструктор если я ее уберу то сразу же оказывается что у нас код не компилируется потому что финальное поле должно быть проинициализировано ну например я должен был бы написать конструктор но так как я повесил сюда аннотацию ламбок ламбок для меня создает автоматический конструктор который этот connection source передает если вы будете работать со спингом то вы здесь напишите какую-то такую или в любом другом диай контейнере вы здесь напишите что-то вроде autowired но таким образом чтобы магически этот source вам подставился автоматом но это я сейчас забегаю вперед давайте сейчас пока этим голову не забиваю давайте мы сейчас просто создаем класс в котором source должен передаваться в качестве параметра конструктора давайте соответственно нам надо что нам необходимо получить SQL который хранится в нашем файле dbcreate SQL который я вам показывал где он кстати вот dbcreate SQL значит потом получить statement значит заметьте что мы в нашем классе source мы наделали много много всяких методов которые не только connection передают но они передают нам в том числе и statement если мы хотим какой-то statement создать потому что statement же ведь тоже нужно закрывать поэтому мы работаем вот таким вот образом получаем connection потом из connection получаем statement выполняем вот эту функцию эту нашу лямбду и закрываем его почему бы и так не пользоваться значит соответственно мы получили здесь statement выполнили его база данных наполнилась данными как видим что мы здесь видим мы видим здесь очень короткий код никакой лапши никаких try try получи это получи то сходи за этим объектом сходи за тем объектом то есть мы получаем код который не пахнет как говорят профессионалы то есть он имеется четкое разделение ответственности вот этот класс он отвечает только за то чтобы создать структуру базы данных больше ни за что он не отвечает но на самом деле не совсем конечно тут можно сказать что она отвечает за чтение данных из ресурсов но тут уж совсем маленькая ответственность поэтому мы можем положить сюда и все что связано с созданием стейпментов оно все отнесено вот в этот волшебный класс connection source который мы для себя создали удобство а волшебный класс connection source он заметьте у него тут же есть private final gdbc connection pool который в свою очередь тоже через лакс конструктор ему передается и вот он занимается менеджментом вот этого всего дела но он не занимается пулом как бы connection потому что пул передался к нему через конструктор надеюсь вы начинаете понимать как бы мысль по поводу того как приложение вообще в джаве строится так теперь нам надо проверить что эта штука как-то работает вообще потому что мы уже написали куда извините много как значит проверить что он работает нам надо писать юнит-тесты на самом деле юнит-тесты ну вот этот пример я написал где-то часа за 4 пока я ехал в Сапсане из Москвы в Петербург и я его писал вместе с тестами сейчас я показываю готовый пример уже значит что нам необходимо протестировать ну например мы хотим протестировать что мы можем прочитать положить какие-то данные в базу про спикеров и потом прочитать эти данные для этого нам нужно сделать объекты которые работают с базой данных уже непосредственно то есть здесь у нас ConnectionSource здесь у нас db-init который создает базу данных значит теперь мы создаем классы которые собственно работают с базой данных такие классы называются DAO расшифровываются как DataAccessObject что они делают значит ему опять же через конструктор передается ConnectionSource и они работают уже как бы адаптируют наши классы работы вернее наши entity которые мы определили в системе к тому что хранится в базе данных а что же за entity мы в системе определили а их у нас столько же практически сколько таблиц давайте еще раз я расстрою вот это вот дело значит у нас здесь имеется домейн объекты значит у нас домейн объекты выглядит очень просто значит конференция спикер пожалуйста айди и доклад доклада есть айди имя конференция доклад самые сложные сущности еще набор спикеров которые работают то есть это то что мы хотели бы получить значит аннотация дата здесь означает что у нас автоматом и конструктор появился и автоматом появились геттеры сеттеры ко всему этому делу обратите внимание все поля которые мы объявили они private final наши объекты иммутабельные и проектировать вообще говоря иммутабельные объекты это правильно про это мы будем говорить в разделе про мультипоточность значит то есть доклад допустим можно создать только один раз а изменить его уже нельзя если хочешь что-то поменять про этот доклад выкинь этот доклад создай новый с хорошими данными так ну давайте смотреть как устроен у нас дал объект значит допустим мы хотим получить всех спикеров всех спикеров из базы данных для этого мы пишем вот такой вот метод в дал объекте get speakers который нам который работает уже по тому шаблону который я рассказал то есть мы получили стейтмент этом стейтменте мы заставляем выполнить квери скуэльный select звездочка from speakers это result set но нам нам нужен нам нужен сет от спикеров правильно значит мы создаем здесь new hash set дальше мы идем по result set итерируем и в этот set добавляем спикера на основе result set я вынес это в отдельный метод create speaker и очень все просто так как у нас result set это набор строчек который содержит id и name мы просто говорим создаем название нового спикера значит именем его пусть будет вот этот вот результат колонка с именем id вернее id а именем пусть будет вот результат колонки с именем name хочется уже запустить давайте запустим давайте протестируем значит каким образом это можем сделать спикер даотест вот спикер даотест смотрите мы написали довольно много кода уже я довольно много говорю и действительно пора бы уже это дело запустить проверить что оно работает значит для этого мы пишем junit test в junit test и в классе junit test мы должны засетапить все что нам нужно для теста соответственно прежде всего мы должны засетапить connection pool connection pool вот jdbc connection pool эта штука которая у нас берется из орг h2 jdbcx то есть эта штука которая предоставляется jdbc драйвером h2 в нашем случае прекрасно мы ее используем значит создаем мы его сюда передаем базу данных ну вот этот самый url в базе данных вот такой волшебный url создает нам h2 inmemory базу данных ничего нам разворачивать на машине не надо все это делается через библиотеки java юзер пассворд у нас пустые потому что все это местные memory все легко все замечательно никаких конфигураций сложных для тестов ваших не нужно поэтому мы создали connection source смотри через нее потом мы нам нужен спикер дао для того чтобы создать спикер дао мы создаем спикер дао и передаем ему аргумент source смотрите все это мы делаем как бы вручную собираем вручную сейчас из тех классов которые мы сделали круто но могло бы быть круче правда ведь ведь мы же знаем что connection source он требует gdbc connection pool мы знаем как создать gdbc connection pool мы знаем что спикер дао он требует source и в принципе это можно было бы автоматизировать вот забегая вперед скажу что автоматизации вот этого вот этот код обычно не пишут на самом деле занимаются dependency injection контейнеры о которых мы потом поговорим но сейчас все так вот вручную значит теперь мы хотим написать тесты но перед каждым тестом мы будем базу данных создавать для этого мы вот этот наш db init класс будем выполнять а после каждого теста мы будем все объекты в базе данных удалять чтобы зачищать чтобы как бы каждый тест у нас начинался с нового листа здесь простой вызов видите statement stmt здесь execute drop all objects это команда которая дропает то есть удаляет все таблицы все вьюки все 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 что вы создали в базе значит замечательно еще один вспомогательный метод который нам понадобится это get speaker count который возвращает нам количество спикеров в базе данных это нужно для тестов значит видим что это выглядит уже совсем знакомым образом получаем result set через statement execute query select count from speaker значит это count нам вернет запись всего лишь с количеством спикеров в таблице и поэтому нам достаточно просто взять первую запись и взять из нее первую колонку это будет целое число возвращающее количество спикеров и наконец-то наконец-то мы добрались до теста который проверяет что это все работает значит смотрите мы создаем коллекцию спикеров которые мы хотим создать тест спикерс collection of спикер значит каким образом мы ее создаем а мы просто берем и пишем erases list а здесь у нас уже готовые есть информация про спикеров в специальных константах вот он Егоров Толкачев Борисов Валеев это вот реальные спикеры с Джокер и Джейпоинт конференции значит вот они здесь созданы это тестовые просто объекты значит соответственно мы взяли эту коллекцию создали и мы эту коллекцию получили мы ее хотим сохранить в базу данных что мы сначала проверяем сначала проверяем что спикер каунт количество спикеров в базе данных сначала был равному любви потом мы вызываем наш дал и говорим сохрани нам этих четырех там или сколько спикеров потом мы проверяем что количество спикеров в базе данных которые мы получаем через select count запрос равно количеству которое было в этой коллекции тем самым мы убеждаемся что да база данных в себя записала этих спикеров запускаем этот тест видим что он зеленый он проходит если бы я здесь скажем написал плюс единичку какого-нибудь такое поломал бы этот тест тогда бы он был у нас не зеленым он был бы у нас оранжевеньким и он бы сказал что expected 5 спикеров а на самом деле в базе данных 4 спикера на самом деле их должно быть должно быть 4 так значит вот таким вот образом написаны тесты ну и мы можем также получить get спикеров значит сначала мы протестировали сохранение грамотное написание тестов оно заключается в том что каждый тест он отвечает за маленький какой-то кусочек функциональности то есть отдельно протестировали сохранение отдельно тестируем получение спикеров то есть для этого в другом тесте мы опять сохраняем их то данные мы уже не проверяем что они сохранились это проверяется в отдельном тесте мы делаем вот такой вот DAO get speakers это метод который извлекает при помощи вот такого запроса спикеров из базы данных проверяем что эти спикер это не те же самые что тестовые это спикер которые новые объекты которые были созданы при чтении базы данных и проверяем что на самом деле внутри себя они те же самые объекты то есть это те же самые они имеют те же самые поля имеют все то же самое что и тестовый набор данных окей в принципе на этом все я показал основные принципы по которым написано приложение я могу сейчас взять и запустить все тесты которые у нас здесь есть давайте их запустим мы видим что они выполняются быстро потому что это база H2 которая in memory которая быстро работает быстро поднимается быстро забывая все при этом мы работаем с реальной SQL базой мы реально используем GDBC запросы к этому всему делу и так как я писал этот код вместе с тестами то есть кусочек кода кусочек тестов кусочек тестов кусочек кода то у нас получается очень сильный каверидж тестами нашего кода смотрите я сейчас запущу его в каверидж здесь появится анализ смотрите у нас 197 100% но такого даже в реальной жизни не бывает на самом деле бывает но просто там реальность она немножко сложнее конечно чем тестовый пример который я здесь писал но каверидж очень хороший вы получаете код вместе с покрытой с тестами вот тот пример проекта который я сейчас закомичу на гитхаб который вы пожалуйста скачайте себе поизучайте и возьмите за основу для домашних заданий он примерно похож на то как пишут код настоящие разработчики в настоящем интерпрайзе как заставляют их писать вот то есть код который краток который не содержит длинных методов в которых ответственность разделена по классам ну вот вот такой которым апи которые вы пишете они defensive относительно ошибок пользователей этого апи ну вот как в случае здесь когда мы используем паттерн который называется execute round для того чтобы пользователи не забывали там этот drive ресурс не то чтобы не забывали чтобы вообще не использовались потому что это ответственность как бы более абстрактного какого-то класса что вам показать здесь можно значит самый сложный вопрос который мы хотели ответить правда это какие спикеры участвуют в конференции значит для этого у нас по-моему спикер да сейчас get speakers by conference смотрите значит мы пишем запрос SQL запрос с join select join inner join inner join where заметьте что мы используем здесь параметризованный запрос все правильно запрос достаточно длинный да SQL такой язык где получается длинные запросы нам надо понять что этот запрос правильный для этого у нас есть тест который всегда автоматически нам проверит что то что мы написали оно работает правильно значит вот speaker daotest у нас должен быть тест get speakers by conference да вот они то есть мы берем сохраняем спикеров уже как бы это на самом деле такой самый большой end test нашей сохраняем четырех наших спикеров сохраняем две конференции joker gpoint сохраняем все доклады значит вот их четыре доклада вот они пожалуйста здесь видите они связаны с конференцией доклад связан со спикером вот у нас есть доклад на котором было два спикера значит сохранили это все дело потом мы получили get speakers by conference допустим спикеры которые были на конференции джейпоинт в этом году и проверяем что действительно это было Егоров Борисов Толкачев а допустим Валеев сюда не попал на самом деле Валеев был на 2019 по-моему на джейпоинт 2019 но просто вот в том наборе данных которые мы сюда записали его нет мы это проверили и мы теперь уверены что мы правильно написали наш сколи запрос мы уверены что он не имеет синтаксических ошибок уверены что он возвращает то что нам нужно если мы не уверены мы можем добавить еще дополнительных тест сценариев ну на этом пожалуй все берите примеры с гитхаба используйте их решайте домашние задания увидимся уже лично в следующий вторник я буду рассказывать про java stream API спасибо за внимание счастливо спасибо спасибо спасибо